Молодь чистого неба! В итоге всё сойдётся воедино! Второе испытание официально завершено. Была очень крутая битва с Тарицей Акул, Сяобай. Монстры Шрека использовали свои самые мощные навыки. И теперь понятно, насколько сильнее они стали, получив Седьмые Кольца, с воплощением истинной формы Духа. Меня особенно впечатлило слияние Даймубая и Джужу Цин. Вместе с навыками Седьмого Кольца, это слияние получило неимоверную силу атаки. Даже 100-тысячелетняя Большая Белая Акула не смогла отразить натиск Белого Тигра и Адской Виверы. Представьте, насколько сильным станет это слияние, когда Даймубай и Джужу Цин станут титулованными. Неожиданным козырем команды стал Маханзюнь, с его крутейшим духом, пробудившимся Огненным Фениксом. Поглощение алхимии Древней Солнечной Змеи раскрыло в нем Сферу Феникса. Обычные духовные мастера могли пробуждать Сферу только тогда, когда они достигали уровня титулованного. В случае Маханзюня это было величайшим благом, который дал ему Семиглавый Огненный Феникс. Как объясняется в новелле, когда Маханзюнь использовал Сферу в сочетании с истинной формой Духа, сила атрибута Огня увеличивалась на 50%. И если Сфера не будет разрушена, он обладал Бессмертным Телом внутри нее и мог возродиться из остальной части Пламя Феникса в любое время. Маханзюнь становился так называемым Бессмертным Фениксом, восстающим из пепла. Это поистине божественное умение. Таким образом, независимо от того, насколько серьезна смертельная рана, он не сможет умереть, пока активирована истинная форма Духа. Для Сяобай Сфера Маханзюня была полной неожиданностью. Да и для других членов команды тоже. Согласно новелле, лишь Тан Сану Маханзюнь тайно рассказал о своей Сфере после получения Седьмого Кольца. Его недавно обретенные способности могли позволить им победить неожиданным ходом. Именно поэтому Тан Сан сформировал текущую стратегию за последние три дня. И такая тактика сработала. В этой битве монстры Шрека использовали много неожиданных для Сяобай навыков и умений. Это и слияние Даймубая и Джуджу Цинн, и Сфера Феникса. А финальным аккордом стал хаотичный покров ударов молота. Это действительно впечатляющий навык. Мы помним, как с ним Тан Сан разрушил ангельскую сферу Цан Ренсюэ. После завершения испытания, все монстры Шрека получили свои награды. Интересно, что возраст колец Нин Рон Рон увеличился на 500 лет. И её первое жёлтое кольцо стало фиолетовым. Довольно необычно, чтобы у мастера кольца начинались с фиолетового. Но как мы знаем, в будущем у Тан Сана кольца повысятся аж на 50 тысяч лет. Что же нас ждёт в следующей серии? Судя по анонсу, начнётся третье испытание морского бога. Его будет проводить сама владычица острова, Бос Айси. Испытание заключается в том, что мастера будут длительное время сопротивляться приливу. Это место, в котором постоянно бушуют волны. Мы видим, что все монстры Шрека как будто привязаны железными цепями к столбам и проходят очищение приливом. У каждого в команде, в зависимости от оценки, разное время прохождения испытания. У Тан Сана это очищение тела с двойным приливом. То есть он будет подвергаться силе прилива 12 часов в день на протяжении 365 дней. На самом деле это очень тяжело. Намного тяжелее, чем сопротивляться сиянию морского бога. Мастерам с красной оценкой нужно 5 часов находиться в воде. А мастерам, имеющим 5 и 6 чёрных испытаний, даётся 3 и 4 часа соответственно. На этот раз никто в команде не может использовать навыки колец. К сожалению, они лишатся даже усиления Нин Рон Рон и поддержки Оскара. Придётся рассчитывать только на свою собственную силу. Если честно, в анонсе это испытание выглядит довольно жутко. Потому что всем монстрам Шрека очень плохо. Увидим, что нам покажут в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете о битве с Сиабай и новом испытании. Подписывайтесь на канал и всем пока.